Девушки отдыхают О, боже, мой последний день. Завтра я пенсионер. В чем все-таки дело? Там злая собака? Если бы... Здрасте, посылочка на имя Фестера Адамса. Лопаньки, это мне из клуба бомбистов прислали. Распишитесь. Меня зовут Пит. Я теперь буду вместо Мэтта. Он уходит на пень. Похоже, домой не терпится. Счастливо провести вечер. Проведем. Вечер с динамитом. О, Мэтт. Пугать новичков не стыдно, а? Берегись всего. Мы, семейка Адам, злобная. Нам по нраву жить загробная. Ну и все тому подобное. Да. Ча-ча-ча. Ужасная, мерзкая. Лохматая, зверзкая. И ласково дерзкая. Мы Адамсов семья. Мы, семейка Адам, злобная. Нам по нраву жить загробная. Ну и все тому подобное. Да. Ча-ча-ча. Чап-ляп. Новая семейка Адамс. Почта. Да, я слышала крик почтальона. Из клуба бомбистов? Фестер, надеюсь, открывать будешь здесь? Хорошо, только давай после ужина. На сытый желудок слушает взрывы куда приятнее. Что, дорогая, неужели опять из благотворительного общества? Нет, письмо от мэра. Пишет, если вновь его выберем, он снизит налоги, болото осушит и добавит уличных фонарей. Куда добавлять? И так все залито светом. А когда Пагзли разбивает лампочку из рогатки, кто-то потом вворачивает новую. Общественный деятель, а так безразличен к обществу. На вашем месте я бы написал мэру. Я поступлю по-другому. Звали. Ларс, машину. Едем в муниципалитет. Мэрия. Мистер Адамс, я так рад, что вы заглянули. Чем могу служить вам и вашим чудным родным? Я к вам насчет новых уличных фонарей. Стоп, ни слова. Я распоряжусь, чтобы на вашей улице в первую очередь ставили. Записывай, Клайд. Ну, тогда будет еще светлей. И радостней. Благодарить не стоит. Но если настаиваете, отдайте чек Клайду. О, смотрите-ка, все бегу, совещание. Эй, всяческих благ. Эй, бегу. Странно. Все наши жалобы мимо ушей. Что ж, он политик, дорогой. Это кошмар. Сейчас полночь, а светло, будто днем. Бомас, надо что-то предпринять. Дети уже вот-вот появятся. Мы не нашли катапульту. Вот это сгодится? О, да. Очень даже. Базука Фестера. Это смерть любому фонарю. Ах, так много приятнее. Да, правда, вряд ли это надолго. Верно. Боеприпасы на исходе. Знаете, я принял верное решение. Единственно возможное. Я баллотируюсь на пост мэра. Как тебе? Голосуй за Адамса. Взорвем все мосты в 21 век. Славно, но чуть длинновато. Деньги или жизнь? Прелестно и запомнить легко. Основным средством стимулирования избирателей является остро заточенный кол. Вновь выберите действующего мэра. Адамс. Это пресса. Алло. Гомос Адамс, да. Да, борюсь за пост мэра. Моя платформа. Обещаю поднять налоги, очистить все тюрьмы, сохранить трущобы и, самое важное, никаких уличных фонарей. С этой минуты все официально. Пора швырять комья грязи. Прости. Адамс бросает вызов мэру. Что ты ему сказал? Почему он стал бороться со мной? Ничего я не говорил. Он же псих. Не бойся, за него не проголосуют. Клайд, ну как же можно выиграть выборы в открытой борьбе? Теперь придется начать кампанию. Может даже выполнить часть обещаний. А, мистер Бэр, рады видеть вас. Рады до такой степени, что готовы пригласить вас на дебаты. На дебаты? А о чем ему с вами спорить? У него же более высокий рейтинг. Он согласен. Он? Что? Что вы делаете? Победа же в кармане. Тогда и терять вроде нечего. И, кстати, я очень телегиничен. Отличные значки, Тиш. Посмотрим, как это на тебе. Да у! Особенно удачны эти длинные булавки. Гомес, Мартиша, вы обалдеете от моих фейерверков. Большими буквами зажжется в небе ГО за ГО. ГО за ГО? На голосуй за Гомеса не хватило. Что вы приготовили, мама? Изменила рецепт приворотного зелья, чтобы привораживать избирателей. Мама, чур я подопытный. Ну, давай. Ну, за кого голосуем? Пока не определился. Ух ты! А Билл вроде не из копытца. Не найдется ли у вас свеженькой травки? Не вышло, мама. Ну, хоть капусты в консервах. Так что ж, пойду дорабатывать. Да ну, зачем? Ой, пардон. Как-как-как-как-как-то боязно мне. Ага. Они точно не узнают меня? Простите, вы вообще кто? Это я. Клайд. Перестань трусить. Твоя роль простая. Верно. Отвлечь Адамсов, чтобы вы прокрались в дом и нашли компромат. Конечно. Для страховки, если противник окажется опасен. Да. Здрасте, я репортер. Мистер Адамс дома? Нет? Ну что ж, в другой раз. Что вы желаете знать, мистер Браун? Моя жизнь открытая книга? А, открытый горшок. Скажите, мистер Адамс, вы всем довольны в вашем браке? Абсолютно. Я всегда в глубокой печали. Верно? Он тебя болит? Конечно. Но только после, когда он меня сгибает. Интересно. Что это? Кстати, занятные цветы. Как называются? А, ле флёр дю мор. Тише, мои любимые. Бледны, безжизненны. Как ты. Подожду, пока закончите. Саботаж для чайников. Искусство эксплуатации. Хм. Вот это ничего. Как не вкладывая души, вынуть душу. И вот, наконец, глазок Тритона. Аппетитно пахнет. Что? Что готовим? Зелье для выборов. Кто его отведает, будет одержим неодолимым желанием отдать свой голос за гомоса? Вы намерены подпаивать зельем электорат? Ой, я только по капельке в лимонадик. И сберут единогласно. Может быть, вы попробуете? Нет. Спасибо. Я не голосую. Надо же. Не дурно. Отдает мятой. Ох, в невесомости. Опять не вышло. get out of here. Good heavens. What are you doing with this boy? Пуг robi느ется... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас. А, мистер Браун, надеюсь, вы узнали, что хотели? А скелеты у нас в шкафах не видали? Что? Скелеты? Эй, парень, кожей не поделишься? А-а-а! А-а-а! Чего это я ему не понравился? А-а-а! Это ведь я болван! Мистер Мэр, слава Богу, вы спаслись! Это лабиринт смерти! Вот именно! Это ведь сумасшедшие люди! Когда публика узнает, каков Адамс на самом деле, его карьера в политике пойдет под откос! Ха-ха! Хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Став мэром, ты не должен будешь работать! Что ты, душа моя, там карнавал, здесь гольф, на выходных показания в суде! Ха-хе! А-а-а! Слушайте все! Вот что мэр говорит про Гомеса по радио! Гомес Адамс истязает жену и пренебрегает воспитанием детей. Он велел всей родне воздействовать на электорат зельями и террором. Голосуя за Адамса, вы голосуете за насилие, хаос и зло в чистом виде. Ни за что бы не подумала, что мэр будет так точно высказываться. Мы его недооценивали. Согласен. Наговорил столько любезностей, а я его и не думал рекламировать. Как плохо мы еще разбираемся в политике. А-а-а! Прости, Вещь! Дети, уже закончили расследование? Надеюсь, вы мне нарыли что-нибудь любопытное. Хочу отплатить мэру за добрые слова. Кто-то его не любит, все эти бумаги разрезаны были. К счастью, это было нетрудно составить даже ребенку. Нарушенные обещания, хищения, растраты, взятки. Ну, он хуже, чем мы думали. Будь я взрослая, отдала бы за него голос. Дважды. Хм. Я могу сделать лишь одно. Продолжить компанию. Чтоб все узнали, как славно отвратителен наш милый мэр. И мне понадобится ваша помощь. Вы уверены, что вести с ним дебаты – удачная идея? Этот тип внушает мне опасения. С врагом нужно быть осторожным. Но поверь, когда публика увидит его по телевидению, выбор будет сделан тут же. А, одетая безо всяких причуд. Как нормальные. Дебаты начнутся со вступительного слова обоих кандидатов и продолжатся вопросами из зала. Мистер Мэр, вы первый. Спасибо, Элис. Моя позиция проста. Я хочу того же, чего хотят жители нашего города. Безопасные улицы, хорошие школы для наших детей и... Налоги. Налоги снизить. Спасибо, мистер Мэр. Мистер Адамс? Я полностью... Согласен с Мэром. Мистер Адамс, это все же дебаты. Хотя бы изобразим обмен ударами. Это мысль. Леди и джентльмены, сегодня в синем углу ринга, в синих трусах и в галстуке... Наш Мэр. В черных трусах и черной майке... Гомес Адамс. Да! Нельзя бить локтями, пальцем и еще ногами. Прикоснитесь с перчатками и начните бой. Вперед! Йоу, Мартиша! Задай ему Гомес! Я не умею. Что к несчастью очевидно, задействуйте левую. Дай ему пониже пузо, сынок. А нельзя решить спор цивилизованно. Что за вздор? Это политика! Давай, Гомес! Давайте, бейте. Как я кажусь в нокауте, если вы убегаете? Хотите, могу с закрытыми глазами. Не спасло. Гомес повергнут на пол. Раз, два, три, пять, шесть, восемь, девять, нокаут! Ну все, ну все, больше не бейте, пожалуйста, пожалуйста. Я победил. Леди и джентльмены, после столь внушительной победы соперника, я решил снять свою кандидатуру. Поздравляю, нет менее достойной фигуры. Мистер Адамс, я вас правильно поняла? Вы уступаете мэру? Разумеется. Он такой хороший семьянин. Половину должностей занимают родные. Многие давно почили. Это просто чушь. За мной не водится такое. Сама скромность. Мы нашли обрезки ваших документов. Денег на ваших левых счетах хватило бы, чтобы исполнить все тезисы вашей программы. Невероятно. С ума сойти. Рождество. Плохи дела. Ну, я слышал, в Рио сейчас просто рай. Делай ноги. А? Э-э-э-э. Может, с черного хода? Проваливай! Убирайся! Вон отсюда! Вон отсюда, мошенники! Это сущее недоразумение. Я все сумею объяснить. Правда? Да. Все, ты виноват. Глянь, дорогой, похоже, мэру светит еще один срок. Десять-пятнадцать. За успешную компанию! На, подержи. Дорогой из тебя бы все же вышел чудесный мэр. Или губернатор. Или конгрессмен. Возможно, и президент. Тебя могли бы вынести импичмент. Я мог бы достичь многого. Но, увы, нашу мечту может осуществят дети. Ай! Ай! Хочу на землю! Раз просишь... А-а-а-а! А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok